друзья всем привет привет подписчикам привет новым пользователям канала как и обещал делаю дополнительный обзор на атлон 200g с не встроенной графика а дискретной карточкой то есть сейчас у нас стоит 1050 ti и посмотрим на что будет способен этот процессор если использовать внешнюю видеокарту я видел что вы написали в комментариях да что например то же самое 2200 2200 райзен будет поинтереснее посильнее но опять же я говорю что эту сборку можно рассматривать в нескольких случаях в том случае если нужно просто мультимедийная станция да вы не хотите переплачивать либо офисный компьютер то здесь на в современном райзене это пожалуй одно из самых оптимальных решений и хороший конкурент тому же селероном да фактически он будет дешевле вы получаете принципе хорошую производительность встроенную графику и можете выполнять все последневные задачи цель моего обзора была показать на что способен он в принципе в играх да в играх конечно безусловно он уступает тому же самому 200 2200 но он и дешевле то есть эту сборку можно рассматривать тогда если вы к примеру хотите играть да если у вас вообще вот край крайняк пола по деньгам вы не хотите покупать предыдущие решения там от компании md либо от intel а там там что-то моим 3 плюс прочего там нужен именно fm 4 м 4 у вас и вы урезанный бюджете вот все что на все что вам хватает это купить вот этот процессор мамку к примеру там ну если будете гнать b350 если будете на то а а серию и все покупаете вкладывать из бюджет начинаете пользоваться в дальнейшем первым что я рекомендовал бы это апгрейдится по видеокарте а потом уже апгрейдить сам процессор так вот мы сейчас посмотрим что если у вас примеры теоретически есть 200g еда и вот вы реками решили подключить нему другую видеокарту как вариант как вариант 1050 и мы сейчас посмотрим сколько изменится производительность я буду тестировать те же игры что тестировал предыдущем обзоре так по памяти у нас ничего не изменилось все те же показатели 8 2 4 2 планки по 4 поехали первая игрушка у нас будет fortnight у нас запущена программка fps монитор сейчас настройки те же что были в предыдущем обзоре мы посмотрим сколько изменится fps потом я конечно изменю настройки мы посмотрим насколько изменится fps уже при full hd и лучших настройкой графики я не спорю что 2200 лучше ребят но он уже дороже в принципе да то есть мы рассматриваем систему когда она максимально максимально бюджетно максимально максимально дешево тогда когда бы уперлись деньги вот есть у вас деньги вот при ближайшее время денег больше не станет да то если вы посетите вообще без компьютера плюете в потолок либо играете телефоне либо ну чем-то занимаетесь не знаю но если вам уже очень-очень надо крови износа давайте посмотрим на что же все таки будет способна система ну мы посреди без видеокарты и если ближайший апгрейд вы удосужились поставить дискретную видеокарту потому что в принципе по апгрейду по дальнейшему новостям и раньше не не доставьте туда потом тоже сам райзен 1700 или райзен уже второго поколения можно ставить видеокарту то есть все что хотите так но уже сейчас заметно вырос fps безусловно мы сейчас упираемся в процессор это ни для кого не секрет но в целом fps конечно же вырос вырос сейчас загрузится игрушка сейчас у нас получается наверное одна из самых максимальных загрузок когда все все вот игроки находятся рядом такого в игре безусловно не будет все разбросаны по карте и большого скопления людей в одном месте не будет то есть такое верно если только спрыгнуть сегодня . такой вот такого не бывает в среднем будет у вас 23 противника вместе с вами а то наверное один поэтому сейчас мы видим наверное максимально возможную загрузку когда максимальное количество людей так попробуем высадиться вместе отдаленном от публики чтобы у нас не зафигачили он туда к этим красным берегам полетим немножко перевирает камера на самом деле не такой синий снег здесь может включу еще свет может лучше станет приземлимся и попробуем не сдихнуть или сдихнуть но не сразу трун-трун-трун-трун туда вглубь побежим настройки ребят я сейчас покажу сейчас приземлюсь так настройки те что были в прошлом обзоре пожалуйста настройки то есть у нас на не минимуме и мы видим fps в районе но больше 100 однозначно то есть он вырос и причем вырос значительно я думаю сейчас можно немножко пробежаться и уже переключиться на full hd улажди видим видеокарта загружена в среднем на 50 процентов то есть мы больше упираемся в процессор но опять же никто не говорил что сборку необходимо делать именно с 200 g и 1050 ти конечно если есть деньги покупать более мощный процессор мы рассматриваем тот вариант когда у вас уже есть 200 g и и вот вы решили первым что зрители отглядеть видеокарту как-то так 38 давайте переключимся на full hd к примеру да давайте флажей все остальное оставим тем чем же самым тем же применить назад так ну графика стала конечно приятной и мы по при этом видим более 100 fps то есть в целом в целом процессор хоть выпирается видим почти 100 процентов но мы получаем комфортный fps более 100 давайте даже попробуем графику изменить на высокую высокая наверное оставить и так мы все кроме текстур поставим на высокая до применить назад то получили ну вот текстуру на стали достаточно красивые всякие графики изменилась на порядок и визуально очень приятно и fps у нас в районе 90 100 то есть в целом в целом вполне играбельно опять же повторюсь те фризы которые вели начале провисания это связано с большим количеством игроком в одном месте такого в игре у вас не будет то есть игре вы будете в большинстве случаев или один с командой там языки человек или там файты будут у вас там один против двоих один строить два в три то есть ну такого что он вся толпа будет в одном месте вас такого не будет поэтому принципе играть должно быть игра должна быть и комфортно я сейчас не помню в каком последовательности я снимал игры в прошлом озоре поэтому за последовательность прошу прощения но те игры которые протестировала это фортнайт это овервотч мир танков и кс го они будут сегодня протестированы дискретный видеокарты видим кто тут уже строился тут уже бегал прыгал наверно все таки интереснее играть команды да когда вы не один когда вы с приятелем либо там с друзьями толпой бегаете здесь с войсом то есть голосом да и убиваете неверных паршивцев отправляете их на прием канубису он их там складывает в деревянные коробочки ну что ребят по фортнайт думаю все понятно предлагаю приходить в следующий игре поехали итак ребят следующая игра у нас овервотч по настройкам которые были в предыдущем обзоре когда я снимал на встроенной видеокарте если я не ошибаюсь то это были 1600 на 900 и низкий пресет качества вот сейчас те же самые настройки фпс видите в левом верхнем углу потом я попробую изменить на full hd посмотрим как она будет играть влажник на низких но full hd мой любимый герой в этой игре потому что не нужно близко подходить где здесь ухты 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 ничего себе уже сразу прибежали как быстро я сдих а не понял это так быстро а я понял это если выбираю быстро блюду я уже прессе присоединяюсь к существующей игре на гензик сами красавчик красавчик на нем реакция должен сумасшедший чтобы играть нет не единица ну сейчас начнут следующий матч уже подождем чтобы не менять потестируем и посмотрим потом опять же переключить full hd у нас эта игра еще останется 2 мир танков и кс гол и все принципе буду переходить следующий мобильницы на храм анубиса мой красавчик это выбрал блин здесь еще дальние 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 кто здесь дальний танк урон кулак смертывать этого пробуем ни разу не играл это маг это кто гном какой-то трейсер точнее зайдет о ханзо он вроде бы дальние до брони бронежевик он вольска это карта кстати находится есть где 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 по выбрал успел давайте давайте уже начнем 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 кстати здесь боксовый кулер стоит в этой сборке и принципе достаточно хорошо вытягивает что хорошо к этому процессору низко энергопотребление отсутствие как возможных перегревов да то есть фишки мы имеем и пик но им надо на том же самом системе охлаждения и конечно же мы экономим на блоке питания вот часть действует буквально 400 ватт и без проблем общать они все снимают не учитывая даже что у нас сейчас дискретная видеокарта вроде 70 fps у нас кстати если у нас стабильно 70 fps у нас хотя бы не синхронизация включена графика синхронизация ограничения по кадрам у нас есть нет вроде бы вроде бы все отключено через 70 странно ну в общем как то так видим что там 70 fps уперлась и даже процессорами загружен на 100 у меня быстро бегу нас кто-то ускоряет где там а я со страха кого-то убил боже мой спиреляку 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 кого-то спиреляку даже убил так а давайте отойдем и переключимся на full hd настройки графика full hd применить вернись вот у нас уже full hd смотрите full hd мы играем и видим все те же 70 кадров сказать какой-то лог по фпс но все равно но все равно но все равно когда-то паника такая ух ты блин кто-то прилетел сюда танк 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 снайпер прилетел да трэш такой слушайте можно даже поднять качество получится давайте качество поднять так настройки графика не факт что понесли что-то изменится где у нас низкая давайте поставим средние применить ну я думаю у меня скорее всего где-то включена синхронизация не могу отключить но видим то 70 и скорее всего будет больше учитывая что не загружено все на сто процентов вы получите то есть в обер-вот вообще можно без проблем играть на этом процессоре и здесь 50 ти вообще то есть ну никаких вы трудностей испытывать не будете а не он какая-то да 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 красавица ну что ребят по повернуть вообще все без проблем тут игра идет ровненько без физиков поэтому на сборке где-то падла где-то а вот почему быстро передвигаемся лусь и он же помимо того что может лечить еще и может ускорять переключает переключает трек и лечит либо ускоряет кто такой ай он меня убил он слетает или что какой-то чувак волшебный такой тинь-тинь-тинь-тинь класс в общем сколько веселых а мне еще кьюшка если кьюшка делает что делает кьюшка интересно сейчас проверим а понял я что-то рано и взорвал ладненько ребят я эту игру доиграю в этом перематывать если что просто реально видим запаяло меня запаяло ой-ой-ой вообще тут нужна реакция в том случае с моим тормозом тут видимо где-то сверху меня стреляет я бегаю жесть какая-то даже не вижу его даже не вижу его так и до встречи игра у нас к с гоу по настройкам графики должны были остаться те которые были просто раз у меня full hd и все остальное на низком че-то купил непонятно в общем сейчас я играю с людьми не против компьютера а против реальных людей как пишите нужно играть против людей что произошло понятно какая-то штука такая непонятная ой хочу это я сделал выкинул что gg это выкинуть орудие оружие куда бежать непонятно ну видим fps районе 100 то есть целом вполне 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 как это подобрать и так все просто как оказалось как он скалашматом расфигачил ну ребят пока с гоу давайте сейчас на виду видно по fps здесь без проблем предлагаю перехать к миру танков поехали итак друзья заключительная игра в данном обзоре это мир танков у меня какой-то странный японский танк я себе купил у меня набор каких-то странных нелепых танков так по настройкам система система у нас графики высокая стоит full hd разрешение синхронизация у нас отключена у нас настройки были без видеокарта значительно ниже но я не стал на них тестировать уже сразу на высоких так потому что я к членам даже не помню там кажется если не ошибаюсь было full hd и самые низкие настройки графики как-то так было ну что ребят ведь мир танков тоже можно поиграть пожалуйста на этом просе видеокарта и 1050 ти ай в дальнейшем апгрейдится на более мощный мощный процессор так чё я за танк я я ст да но что-то как-то я брутально выгляжу куда мне ехать не знаешь куда я хотеть налево да мы поехали налево я медленный я высокий может я дамажу хорошо честно говоря не совсем понимаю роль этого танка ну но мы едем ладно что мы движемся кто-то стреляет что там за безумие какое-то там ёлка ёлочка ёлка ёлочка так что если вы собрались приобретать себе 200 g на первое время а потом апгрейдится на видеокарту то в мир танка вы сможете поиграть в принципе достаточно комфортно сос 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 так чё у нас здесь чё у нас здесь о о привет он с меня снял так сказать и к в один едет о 274 так нормально снял нормально так я снял но еще кто-то едет привет угу рикошет а чё не смог не попасть что-то такое у меня добил м4 ладненько ребят ну что поможем подводить уже смелые в итоге давайте уже выйдем с игры выйдем с игры напомню цель этого обзора да это безусловно не сборка но если вам такая интересная сборка конечно в принципе можно ее собрать и без проблем то есть пишите в личку или на сайте оставлять это соберем для вас эту сборку но прежде всего тест проводился для того чтобы показать как изменится производительность вашей системы например если у вас изначально был двухсот когда же и выбрали там с целью экономить и использовали как мультимедийную станцию а потом захотели апгрейдиться то есть что вы получите получить подключив видеокарту изначально потому что апгрейдиться по процессору нет смысла если вы планируете играть в игры то вначале нужно апгрейдиться по видеокарте не если у вас есть деньги конечно вы сопровождаете проводите бэйту конечно можно сразу видеокарту процессор но принципе пункт равив только видеокарту как сейчас есть титя и вы уже можете рад с более комфортным фпс более высоким пресете графики full hd разрешение ну как я видел видим у нас интернет глючит так что ребят пожалуйста был рад помочь если кому-то это видео было необходимо обязательно ставите комментарии спасибо всем кто так коменты стараюсь по максимуму отвечать если с время пишите какие еще обзоры вы хотели бы увидеть с какими видеокартами с кими процессорами обязательно сделаю как только появится время все о завершении всем здоровья помните самое главное в жизни это здоровье будьте здоровья остального всего вы достигнете все ребят пока а